Настал вайп, я зашел поиграть. Пробегал около 9 часов суммарно и вот какие первые впечатления меня настигли. Мыло на бартер у барахольщика почему-то весит 8,4 тонны. Это то ли баг, то ли отсылка, но я порофлил. Ладно, давайте серьезно. Это пока один из самых лучших патчей за все время. БСГ начали учитывать приятные мелочи, на которые до этого они бы забили 100%. Количество людей на локации стало в разы меньше. Нет того тотального пипца, когда из каждого куста по 10 новичков лезет. Такое ощущение, что закупили больше серверов и людей размазало по картам. Есть, конечно, вариант, что многих просто в рейда не запускало, ибо такие комментарии часто были у меня на стриме. Кстати, заходи на твич, ссылочка в описании. Оптимизация. ФПС стало меньше, причем везде. Но, на удивление, они стали более стабильными, из-за чего 70 фпс ощущаются как хорошие такие, нервные, классные 70 фпс. Гораздо лучше, чем 100 фпс с просадками. Наверняка такой эффект как раз таки из-за меньшего количества людей. Подняли интеллект ботам. Они как ебнутые, двери-ненавистники. Их пока да туда-сюда, сука, закрыл, открыл, а потом убегает. Это особенно касается рейдеров. Сама графика в игре стала какой-то более мягкой. Наверняка это новый цветофильтр с летним сезоном. Но глазу реально приятно. Дни очень светлые и даже ночи. Орф сирены на резерве стал куда менее ухоуничтожающим. Мини-узи довелось потрогать буквально сразу, потому что, благо, нам сделали его доступным к покупке сходу. Сказать про него мало что могу. Мелкая хрень 9х19 с низкой скорострельностью и неплохой отдачей. В целом шлак, но точно лучше, чем тот же Витязь. Одна из лучших начальных пушек. Ключи для квестовых дверей спаунит неплохо. Всякие солевы, искры и так далее. Это все появляется часто, хотя раньше, когда большой ажиотаж на предмет и его день со днем не сыщешь. В общем, много вещей делается для того, чтобы новичку было не настолько сложно играть. И лимиты у торговца индивидуальны. И подсвечиваются предметы, нужные для убежища и по квесту. Реально, намного дыхабельней стало. Так что в плане порога вхождения БСГ работают неплохо. Бросилось в глаза, что много дверей, которые изначально были открыты, закрыли. Как, допустим, на медичке в Тамоге. На втором этаже дверь налево всегда была открыта. Теперь не получится быстро с лестницы проскочить в стекляшку. А, сука. Ноги пиздит. Я бью женщин и детей. Цель обнаружена. В руках ЭК-103. На голове мешок из-под мусора. Победа будет простой. Мальчик мой, ты что не заметил самое важное? О нет, он оформил подписку на бусте, нужно бежать. Нет, 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 никуда ты не убежишь. Спасите. Я посмотрел все 16 видео с полным погружением, а также меня лично обучил Дистракт. И это не говоря уже о куче контента на более младших подписках. Сдохни. Завод. Ля. За это я готов сжать мускулинными руками голову Никиты и расцеловать его бороду. Это шикарно. Реально просто класс. Текстура великолепная. Верхние балки сделали куда более удобными к ходьбе. Улица смотрится отлично. Вообще вся локация уже слабо похожа на тот завод, который был нам известен. Да, фпс раза в два меньше, но оно того стоит. Я с кайфом готов изучать его заново. Тут жирный лайк, но не такой жирный, как под видосом. Кроме завода, еще обновили текстурки на огнеопасно на тамоге. Звук. Бля, ну тут конечно два момента. Амбиент, прикольчики, всякие имба. Крысы бегающие по трубам все дела, но непонятно какого хрена ты слышишь во время своих телодвижений звук того, как кто-то встал из положения лежа. И это постоянное. Весь ЧВК издает тонну шума, но это даже прикольно, что-то там звенит. Но вот для чего было добавлять этот призвук вставания, неясно, крайне мешает. Я пробовал тестить с подписчиками новые наушники. Скажу так, они все лучше, чем сардины. Каждый из них круче справляется со звуками дождя. Однако какая-то полная задница со звуком бега, его практически не слышно. Буквально метров на 15 и все. Я хрен знает, что это за дичь, но шаги просто не слышны. Может это баг, может опять что-то накрутили, но я был опечален. Когда раньше мы слышали метров на 50, сейчас я в упор не могу различить прыжки. Дополнительные приколы. Звук выстрела без наушников очень громкий. Хочется выкинуть уши и купить новые. А еще чувствуется, что БСГ поработали над звуком мощно. Прям сильная разница, как в разных наушниках, так и просто все эти новые атмосферные штуки. Но вот еще и забавное, это уведомление о том, что твоя карма снижена за ЧВК. Если посидишь в кусту несколько минут, то будет криповый звук. И он каждый раз разный, то это тромбон, то крик птицы, то еще чего. Это вызывает у меня детские эмоции, будто играю в Дон Старов. Новые анимации. Тут смешанные ощущения. С одной стороны, вроде круто смотрится. Он так классно рукой всякое подбирает, открывает двери, махает пушкой, пока ты сидишь в инвентаре. Но с другой смотрится как-то не по-тарковски. Я вот привык, как говно должно выглядеть. Вот дерьмище конкретное. Но реально, чувство, будто бы из другой какой-то игры. Мне нравится лучше, чем те рубленые телодвижения до. Я успел опробовать дигл в ПВЕ, и это жесткая тема. Отдача кобылья. Звук великолепный. Выглядит сасно. Абсолютный вид настоящего американского пацифизма. Обязательно потом побегаю еще и в ПВП. Упор в стену. Очень сильно снижает отдачу, но взамен тебя присасывает к поверхности. Мне кажется, это неплохая штука для пушек, у которых вертикалка так себе. Задумка крутая, но я вряд ли буду этим пользоваться, ибо срезается твоя мобильность. Но это мы еще посмотрим, как оно будет в будущем. Круг сектантов. Блин. Ну, я дал всякого мусора, и не принесли мне спустя 4 часа жопу енота. В целом, равноценный обмен. Это похоже на ящик диких для всех и каждого. Приносив жертву с пеленок. Полюби, сатану. Тоже пока не ясно, насколько это имба. Будем тестить с более хорошим лутом. Марафон. Нужно клацать новую кнопочку в разделе с картами. Задания там, конечно, ебанись, и забирать времени это безумно много. Я два раза пробовал выполнить, но боюсь, что это может быть слишком долго. Ибо нужно минимум провести 7 минут на каждой локе. Не сдохнуть и еще попутно какие-то задания выполнять. Супер душная тема, даже если просто пробежая все карты, уйдет 77 минут. Буду пробовать еще. Ну, а так задумка интересная. Новый Ронин 4 класса. Очень забавная тема с круговой защитой 4 класса. Мне даже довелось с ним побегать. Выглядит эпично. Поддеть наушники нельзя. В начале вайпа имба, ибо не всякий дурак обзавелся патронами лучше гороха. Мне нравится, но, скорее всего, стоит тоже будет прилично. Одна штука меня все-таки дико бесит. Переделали приседания. Если ты будешь бежать, а потом нажмешь присесть, у тебя не получится это сделать. Пока ты полностью не остановишься, ты не сможешь сделать присед. Это дико мешает, бесит, кумарит. То есть раньше ты мог чутка вот на опережение это делать, а сейчас тебе не дают. Это прям одна из худших вещей, которую добавили. А знаете, какая лучшая вещь? Это плавная смена кратности. Боже мой. Это офигенно. Теперь оптика с высокой кратностью заиграла новыми красками. Все эти телескопы для рассматривания щетины реально стали юзабельными. Спасибо, Таркин. Скорее всего, это делал ты. При этом можно и резко переключать кратность и плавно. Шик. Добавили сошки. Я их опробовать не успел, но блин, это сошки, их наконец-то добавили. Выглядят они неплохо, но вот их эффективность еще стоит проверить. В общем и целом, впечатление от вайпа замечательное. Да, есть свои недостатки, но это подшлифуется. А так мне все нравится. Не думал, что скажу такое про БСГ, но красавчики. Да, это я везунчик и у меня все работает гладко, но надеюсь, у всех пописит проблема со входом в рейды. На этом видео заканчивается. Спасибо, что досмотрел до конца. Увидимся в следующий раз. Удачи!